Здравствуйте! Это гемологический выпуск, и вот за 40 с небольшим минут вы узнаете про Танзанит практически все. Вот давайте посмотрим, что будет в этом выпуске. Поскольку пока что единственное место в мире по добыче Танзанита находится в Африке, а именно в Танзании, то начнем мы наш путь оттуда. Ну а точнее, если быть честным, начнем из Занзибара. Это, безусловно, туристическое место, и мы прикинемся туристами. Узнаем, что предлагают и по какой цене. После чего, как мы достигнем понимания, полетим мы на континент, в город Аруша. Там находится минеральный рынок. На этом рынке посмотрим, что предлагают по минералам. Но мы же помним, нас интересует Танзанит. После чего отправимся в танзанитный город Мериране. В 20 километрах от танзанитового города под названием Мериране. К сожалению или к счастью, вам с нами. Там, между прочим, в горах Мерилани-Хиллс добывают Танзанит. И как туда не попасть, поскольку воочию вы можете увидеть места добычи танзанитов. Поэтому заглянем мы в, так сказать, шахту ИП-шников. Посмотрим, как трудятся местные и в каких условиях все это происходит. Ну и вишенкой на торте опустимся вместе с ними на глубину в 650 метров. How many meters up? 500. 500 метров. We're now here 500 метров? А дальше будет глубже. Ну как в целом, звучал наваристо? Я вот сейчас рассчитываю услышать да. Что хочу сказать. Всегда есть тайм-код. Вы всегда можете меня сдвинуть вправо, либо влево. Либо выбрать тот момент, который вас интересует. Мне бы, конечно, было приятно, если вы посмотрели все это видео до конца. Но решать вам. И вот перед тем, как вы сейчас будете смотреть этот выпуск, я бы хотел сказать, что эта серия, это такое практическое видеопособие про танзанит от А до Я. Я надеюсь, что вы меня помнили. Я сейчас не очень замысловато звучал. Так вот. Приятного просмотра. И увидимся в конце выпуска. Ну что ж, танзанит. И что мы про него знаем? Единственное в мире месторождение танзанита находится в тени самой высокой горы Африки. Келиманджаро. Вот это в прямом и в переносном смысле слова. Надеюсь, про гору Келиманджаро вы все слышали. В конце 60-х годов 20-го века дом Тиффани представил американскому рынку синий камень невероятного цвета с выраженным плеохраизмом, а правильнее, наверное, будет сказать, стрихраизмом. Это неравномерное поглощение света этим кристаллом под разными углами относительно кристаллической оси. Приводит к раздвоению цвета на основной и дополнительной. Просто скажу, вот то, что камень может играть несколькими цветами. Вот по примеру вот этого видео. Посмотрите. Здесь есть и синий цвет, и черный цвет, и сиреневый. Какой классный камень, но уже продан. По правде говоря, настоящее гемологическое название танзанита будет синий циазит. А на английском это будет зоисайд. Вот сейчас вы видите текстом. И по мнению маркетологов того времени, название зоисайд могло невольно ассоциироваться с суисайд. Это самоубийство. Ну вы представляете, как это для англоговорящей аудитории. Синий суицид. И поэтому компания Тиффани присвоила этому камню коммерческое название в честь страны происхождения. Танзанит. 102 города. Булыжник для убийства. Просто перстень власти. Ну на самом деле это только как в качестве подрезки. Я здесь неспроста вас решил собрать. Поговорим сегодня о танзанитах. Касательно Стоунтауна и его ювелирных магазинов, это чисто туристическая схема. Возможно, как вам ни странно, большинство магазинов принадлежит индусам. Которые уже в третьем или даже в четвертом поколении проживают на Занзибаре и давно в этом бизнесе. Большинство имеет центральный офис Дер-Эль-Саламе. Это административная столица. Конечно же есть несколько магазинов, которые принадлежат местным занзибарцам. Но они слегка отличаются своим ассортиментом, атмосферой. Ну и как по моему мнению, уступают индусам. Любопытно было увидеть то, что в этих магазинах была не танзанийская огранка, а тайская. Тайская огранка, конечно же, это не космос. Но по сравнению с танзанийской, это, наверное, небо и земля. Соответственно, этим аргументом пользуется продавец, пытаясь продать вам танзанит по более дорогой цене в начале торгов. Цены, как и во всех туристических магазинах, завышены. Хорошие камни продаются по цене от 650 до 700 долларов за карат. Встречаются гранаты и другие минералы, но главным, конечно, является танзанит. Он по 650-700 долларов за карат. Но это является достаточно дорого, учитывая то, что единственное место находится в этой же стране в часе лёта на лёгкомоторном самолёте. Но торг уместен. Нам с лёгкостью удалось подвинуть продавцов до 450 долларов за карат. Как всегда, все были вежливы, но ниже по цене спускаться не хотели. А на улице предлагали так называемую имитацию танзанита – иолит. Более дешёвый камень, который для неспециалиста может выглядеть идеально. Или иногда предлагали откровенно синее стекло. Конечно же, на этих продавцов вообще не стоит обращать никого внимания. А так, если подытожить, повсюду был большой ассортимент, но по очень завышенным ценам. Поэтому следующая остановка будет Аруша. Ну, вот мы и приземлились. Самолёт, спасибо ему, довёз нас. И, кстати, здесь немножко прохладнее. Здесь вот моя погодка. Пройдём дезинфекцию. От одних бактерий получим другие бактерии. Так, всё, рука мыта. Вот так это всё выглядит. Вот такой выход из аэропорта Аруша. Возможно, все вы смотрели фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона. Так вот, помимо основной сюжетной линии, где красочно показываются светские вечера, страстный роман, перешедший в любовь, главная героиня Роуз показывает и рассказывает Джеку Долсуну про очень дорогую для неё вещь. В фильме демонстрирует она ему синий бриллиант под названием «Сердце океана». Но знали ли вы то, что вместо синего бриллианта был камень Танзанит? В поисках подходящего камня режиссёр отверг настоящий голубой алмаз, так как он был слишком тёмным. Я надеюсь, вы сейчас любовались камнем. Так вот, продолжим. Сафир был слишком тусклый, а вот Танзанит оказался в самый раз. И вот одна интересная деталь по поводу голубого алмаза. Подобные алмазы добывают в Индии и в ЮАР. Ну а что касательно цены, как пример, голубой бриллиант Зоуэй в 10 карат был продан за 32 миллиона 600 тысяч долларов. Как вы считаете, Юлий Капитонович бы осудил Роуз за то, что она выкинула алмаз в океан? Танзанит, как и бриллиант, оценивают по шкале 4С. Это color, цвет. И этот цвет может напрямую ещё усилиться. Всё зависит от того, насколько был профессионал-огранщик. Теперь продолжим. Clarity – чистота. Cut – огранка. Carrot – карате. Примерно 600 миллионов лет назад тектонические движения и последующие смещения создали разломы. А в дальнейшем – зоны слабой прочности и складки. Термальная активность по этим разломам поднимала из глубин гидротермальный раствор, наполненный ванадием. И в местах резких переходов, своеобразных излучинок, он соединялся с кальцием, алюминием, силициумом, кислородом и водородом. Ванадий организует соединение всех этих элементов в кристаллическую решетку. И к тому же при нагревании до 600 градусов трансформируется в голубой и синий цвет. Ну и, наверное, если вы знаете, то 99% танзанита подлежит термальной обработке. Если вас, кстати, интересует эта тема, ставьте лайк, напишите, что вы хотите об этом поговорить, и как-нибудь мы сделаем отдельный выпуск. Хорошо знать про танзанит в теории и на практике, но ещё лучше заглянуть в музей. Мне нравится вот здесь этот бывший баннер. Правильнее будет сказать музей-магазин. Сейчас находимся на месте, где продаются танзаниты. Ну это такая тема, ну, аттракцион для белок по большей части, поскольку ценник здесь туристический. Но сам факт, иногда надо посмотреть, обозначиться, сразу же облепили товарищи. Вот дружище может слегка подснять его, его здесь там облепили. Ну и начинается, что, мол, давай, у меня здесь магазинчик-то. Ну, мол, зачем вам идти туда, когда есть неподалёку, и всё гораздо дешевле, лучшего качества. Я сам не занимаюсь, но вот мой друг, причём всё это говорится супер-братским выражением лица, лучше таким людям не доверять. Вот не забывайте, в маленьких городах, если вы европеец, то вы всегда на радарах среди местного населения. За пару дней они вас считывают как компьютер дату и тонко предлагают вам помощь в интересующих вас вопросах. Иногда, знаете, достаточно чуть ли не щёлкнуть пальцем, как тут, как тут уже помощник. Но лучше так не делать, просто потом не отвяжетесь. Наконец-то, отвязавшись от ненужной помощи, а эта помощь с нами ехала аж на третий или четвёртый этаж, пока охрана у дверей уже не выгнала. И вот мы, наконец-то, в музее Танзанита. Сперва вас настоятельно просят посмотреть кино, закрывает зале где-то примерно на 15 минут, чай, кофе за счёт заведения. Сперва вас будет музей, сзади мы смотрим телевизор, потом наливает кофе, ну и дальше мы пройдёмся по кругу, а мы пройдёмся. Ввиду того, что сильно орал телевизор, поэтому мне было отчётливо меня слышно, поэтому давайте я закадрово продолжу. После просмотра ролика ведут вас на экспозицию. Это имитация шахты, где вы на глубине, ну, порядка тысячи метров. Ну и показывают вам разные особенности этого трудного ремесла и то, как вообще бывает в шахте. Вот это кварц, this is pyrites, right? Перит, вот это перит. Вот так его в шахтах добывают и потом, ну, когда добыли, внутри шахты его кладут в такие ящики. Ну, тут, поверьте, теория всё-таки отличается от практики. После взрыва внутри шахты она начинает сиять вот таким, как говорится, бриллиантовым дымом из 12 стульев по оси Поренси. На изгибе жил находятся залежи танзанита, но выглядит это вот примерно вот таким образом, видите, ещё сделали интересным, слегка сияет. Вот так. Очень интересная тема, когда в шахте старатели взрывают, потом опускаются, и вот видят вот такие жилы. Это является предвестником танзанита, то есть на 60-70% с большей вероятностью то, что дальше уже будет танзанит. Но в то же время могут и оказаться абсолютно беспорезные приставы. Вот такого рода жилы, вот так вы можете, ну, вы навратите, туда полезете, но вот по ним ориентируются старатели. How much could this be? We don't sell it. We are not buying it today. Ah, you will not sell it. We will not sell it today, but we are not buying it. Yes. А ввиду того, что экскурсия была бесплатна, ну вы же не хотите обидеть экскурсовода и ту хостес, которая вам наливала тот восхитительный растворимый кофе. Так что вперёд к витринам. Ну а теперь давайте по наблюдениям с выводами. Цены такие же, как на Занзибаре, готовы делать скидки, в особенности, если ты с ними говоришь на одном гемологическом языке. По цене можно продавить 700 долларов до 450 долларов за карат. При этом это за топовый танзанит категории ААА. Также у них своя ограничная мастерская, сертификация. При этом, я сейчас повторюсь, это совершенно прекрасные камни с довольно хорошей огранкой. С учётом того, что огранка в Танзании очень сильно хромает. По большому счёту, всё прелестно, чудесно, но всё-таки это ценовая категория для туристов. Но с другой стороны, их также можно понять, поскольку танзанит – это довольно сильно недооценённый камень. Всё благодаря неумелому маркетингу на местах. На территории нашей планеты, всего на 13 квадратных километрах, находятся залежи танзанита. Возможно, где-то когда-то что-то ещё найдут. Но на данный момент это факт. Но если вы всё-таки ничего не взяли, как мы, то лучше дать немножко денег экскурсоводу-продавцу. Как-никак он старался, а полочные цены музея-магазина не он регулирует. А тут все довольны, да и с вас не угодят. Бода-бода, так в Восточной Африке называют мотоциклистов-таксистов. От английского слова border, что обозначает граница. Самый удобный, идеальный транспорт – это бода-бода. Везёт нас эта бода в район Клоктаура, что в переводе обозначает «часовая башня». На циферблате у этой башни написано «Кока-кола», не забываем, глобализация повсюду. А неподалёку от этого места находится минеральный рынок. Вот нам туда. Вот так происходит «Смотри на Танзанита». Лучше из них осматриваем и торгуемся по поводу выкупа. Ну а теперь давайте я вам покажу видеоряд, когда, условно выражаясь, продавцы узнали, что, что, так сказать, на минеральный рынок барин приехал. Но это в нашем для них лице. Что случилось? Барин приехал! Какой барин? Почитайте, целый год знали. Вот какой барин! Это вот мы пришли после обеда, и уже вот такая стояла очередь. Прям как на приём к врачу. И это была далеко не самая большая очередь. В первые дни хвосты были аж прям с улицы. Вот тут очень интересно. Ну и перед танзанитовым пиршеством, сейчас условно говорю, всегда стелят скатерть. Спросите, почему? Ну всё потому, что если вдруг камень будет падать из рук, они не отколятся. Так сказать, постелили соломинку, чтобы падать было мягче. Я уже это говорил, но ещё раз повторюсь. По мнению экспертов и ювелирных брендов, примерно через 30 лет будет выработан весь танзанит. Так как кристаллы танзанита оплодотворяют почву в 13 квадратных километров. А выработка идёт усиленными темпами. Кто думает, что это 80 карат чего? Ваше мнение? Пишите в комментариях. Половина из торговцев являются масаями. Так называются педали, сделанные из автопокрышек. Нас в большей части интересовал танзанит, но несли всё подряд. Почему так? Ну потому, что это нас интересовал танзанит. А их продавцов интересовало продать нам всё, да и подороже. Очень удобно иметь под рукой рефрактометр, чтобы по ошибке не взять какое-нибудь стекло или иолит. Что можно сказать, верти, танзанит? Ну что, все помним показатель преломления танзанита? Если нет, то это будет 1,69-1,70. Очень надёжная штука. Решили прерваться, выйти на улицу под палящим солнцем, подышать никотином. Ну так, знаете, чисто, чтобы освежиться. И посозерцать на действительности. Но, к сожалению, нам это сделать не удалось. Поскольку не все хотели стоять в той длинной очереди к нашему кабинету, но все чётко понимали то, что парни иногда выходят наперекур. Ну и такой у них был лайфхак. То есть очень нужно быть собранным. Вот, смотри, вот что это. What is this? This is granite. 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 This is ruby. Oh, this is ruby. From Tanzania. Yes. From... Ну и вы понимаете, да? То есть тут уже как бы... Тут уже пошло напряжение, типа, из серии купи. How much? This? Yeah. One dollar... Six, seven hundred dollars. Seven hundred dollars for all gardeners. Oh, it's too much. It's too much. This... Ну, вы слышали, от одного доллара до семиста был зафиксирован скачок цен. Но я, конечно, ему делаю скидку на английский. То, что он не то имел в виду. Ну, вы поняли, то есть, да? Тут здесь нужно как бы быть собранными. Hi. Hello, guys. How are you doing? Yes. You also still. Oh. 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 Ну, а теперь давайте немножко о культурной части. Ну, или попросту о стране. О Танзании это что? Слоны, львы, жирафы, саванна. Самая крупная гора в Африке, Килиманджаро. И, конечно же, Масай. Один из полукочевых народов Африки. Вот комбинация слов «масай» и «танзанит» для гемолога она много того, что значат. Дело в том, что часть Масаев проживает на территории, где есть залежи Танзанито. А их немного. Это всего лишь один из квадратных километров территории, который находится недалеко от городка под названием Мерирани. Танзанито. Вот такой Масай. Вот такой Масай. Вот так он умеет. Вот так он умеет. И сейчас Масай. Окей. Вот так. Вот так продают. Возможно, у вас появится вопрос «Где мы?». Мы находимся на Масайском рынке сырья. Это место находится на территории, где добывают Танзанит. Туда так просто не попасть. Необходимо заплатить пошлину, так как иностранец. Оставляйте свои данные в журнале. В общем, на все про все где-то минут 300. Как ты за ***? Угу. Чувствую себя окруженным, но не сломленным. Я очень хорошо. Как дела? Спасибо. Да. Я смотрю на тебя. Да. Все хорошо. Да. На нас смотрят как на НЛО. Место для меня было неприятное, поскольку чувствовалась эта повышенная агрессия. Смотрели, так сказать, на тебя из-под лобья. Популяр местный. Писаруни. Да. Вот. Здесь что? Раф? Да. Ага. Великам в мою пище. Да, да, да. Вот. Рафик. Рафик. И это не армянское имя. Ну, видите, тут уже просто в камеру смотрят. Короче, вот так за. Влепливают. Главное, чтобы не ***. Встречали нас почему-то, как, знаете, должники встречают коллекторов. Мы им были любопытны, но в то же время они нам питали какую-то безумную предвзятость. А на него? Ой, слава. Эй, мани. Это мани. Ну и вот так. И хамят. То есть вы тоже подумайте, надо ли вам сюда ехать. Амузунга это означает белый человек. А вот сейчас небольшое отступление. Если вы вдруг случайно наткнулись на это видео и не знаете про танзанит, то это такой минерал, который при нагревании чем-то становится похожим на синий софит. Ну это вот прям, знаете, совсем просто, но по крайней мере понятно. Продавался в основном какой-то мусор. Ну и вот пример, камень как будто с земли поднял и вот сейчас продает его. А если было что-то дельное, то цельник сразу был космическим. Как вы видите, все просто как один ссылаются, то что у них нет сырья, ни камней, ничего. Любопытно будет ваше мнение. Вот напишите в комментариях, почему вы думаете вот так происходило. Обратите внимание, какое сейчас будет длинное рукопожатие. Ничего ни у кого нет. Это при том, что танзанит уже добывает вот примерно в 300 метрах от этого рынка. Вот такой будет примерно результат, если вы будете там прогуливаться без знакомств. А если знать людей на месте, то тогда вас заведут в офис. Ну в офис это конечно сказано с натяжкой. Проще говоря это переоборудованный контейнер с кондиционером. Там вам предложат воды и состоится уже нормальный серьезный разговор. Впрочем, мы с вами забежали далеко вперед. Вот если конечно отталкиваться от хронологии событий. Как вы помните, мы остановились в городе Аруши и покупали на минеральном рынке танзаниты. Теперь перед нами стал очевидный вопрос. Как нам официально вывезти из Танзании танзаниты? На тот период времени в Аруши разрешение на вывоз не давали. К сожалению для нас, но к счастью для контента, нам пришлось ехать на родину танзанита. В городок под названием Мирирани. Он находится где-то в 60 километрах от Аруши. И по пути, когда вы туда едете, в хорошую погоду, вы можете увидеть гору Килиманджаро. Возможно, вы сейчас подумаете, что там где-то вдалеке горит костер. Но нет, это песчаные вихри. Хотелось бы, чтобы, знаете, меня захватил вихрь и отправил, ну допустим, в танзанитовый город. В принципе, мы туда сейчас и отправляемся. Мы находимся недалеко, в 20 километрах от танзанитового города под названием Мирирани. Нам туда, нам по пути. И, к сожалению или к счастью, вам с нами. И вот мы заехали в город Мирирани. Конечно же, локация напоминает больше село, чем город. И тут не надо рассчитывать то, что вы увидите небоскребы Мирирани-Сити. Хотя потенциал у этого города еще, будь здоров какой. По прибытию на место оформления документов начались танцы с бубном. Сперва был обеденный перерыв. Потом мы долго кого-то ждали. Ну а все это было понятно на старте. Два белых туриста приехали поживиться. И дураками они будут, если они на этом не заработают. Ну они, собственно, как вы понимаете, не дураки. Пока мы в очередной раз кого-то ждали, нам предложили посидеть в кабинете огранщиков. И вот было очень приятно понаблюдать за этим процессом. Посмотреть, как же выглядит этот танзанийский огранщик, который так портит своей огранкой танзаниты. Я сейчас условно выразился. Наводится мысль, почему огранят все глупы. Ну, свидание глаз, алмаз. Пока кого-то ждали, Шанель сходил за местным лакомством. А это спрессованный плод баобаба. На вкус напоминает кисловато-мучную мякоть. Ну, довольно неплохо. Из баобаба. С электричеством здесь большие проблемы. Все время вырубаются. Тянут провод, чтобы обучить свое оборудование. Поскольку, по-моему, не скажу, что с ними не надо. В административном здании вырубили свет. И все, мы не смогли оформить документы на вывоз наших камней. Так что придется приехать завтра. А завтра, ну, то есть мы туда приедем, и это порядка где-то 50 или 70 километров. Особенно по Африке. Так что дубль два будет завтра. В мере ранее погрузка на автобус происходит. Вообще интересно, что за модель. Прикольная, довольная. Вы бы знали, какая это деревня. Это центральная автобусная станция. Поле одно. И жара. Если вы любите имбирный швепс, то безалкогольный напиток Танго Визи просто специально создан для вас. В качестве подтверждения этих слов меня облепили поклонники этого напитка. Под предлогом фотографии они усыпили мою бдительность, а потом один из них попросил, чтобы я ему купил этот напиток. Ну, им хорошо. Давай, давай. А, окей. Хочет мою бутылку или чтобы я купил ему бутылку? Короче. А я сделал вид, что я его не понял. Здесь всегда бывает весело. Так. Но главное, тогда держитесь, будьте собранными. Дружище, под чем ты? Под чем я беру били и луна? Танго Визи. Освежающий напиток. Пссс. Пссс. Ах. 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 Ивы. Этот назад является флагманом добычи танзанита под названием Танзан Na gibuan. Скажем так, они там монополисты. Им принадлежит большое количество территорий, а то, что не их, то относится к маленьким частным компаниям, грубо говоря, к эпэшникам. Как вы помните, это рынок масальского сырья, мы уже там были. Давайте немножко освежим, что было. Мы на него попали, с нами культурно пообщались. После культурного общения мы зашли в офис, посмотрели, выбрали раф. Теперь задача посмотреть, что есть на месте у старателей. И после чего уже подойдем с каким-то умозаключением на тему того, где выгоднее брать камни. С мест добычи или, например, на минеральном рынке. Ну а теперь давайте заедем на шахту. Вот очередное место добычи. И эта шахта, как вы понимаете, не принадлежит компании Tanzanite One. Это шахта ИПшников, где вверх берет смекалка, кустарная изобретательность и надежда на светленькое будущее. Ну а теперь давайте узнаем, как трудятся старатели. Все очень просто и непредвзято. Вот здесь ведется добыча Танзанита. Небольшая частная территория. Вот за мной находится вход в шахту. Он сегодня закрыт. Здесь так добывают Tanzanite. Проходи. Да, как вы заметили, здесь стоит настоящая машина с коробкой передач. Здесь есть двигатель, есть ручник. И все это подсоединено к задней оси. Вот. Просто на базе одной машины было сделано подъемное устройство. На всех небольших шахтах примерно такие же лифты. С коробкой переключения передач, с пониженными, с повышенными и с ручным тормозом. Вот так. Что, заставим его? Включить ее, нет? Давай. А ты не торни раунд? Я говорю, включи. Он говорит, ну это будет стоить денег. Сейчас мы попытаемся договориться, что это подарок и исключение не доступно. Пошел мыслительный процесс в сторону того, как осуществить нашу просьбу. А тем временем продолжаем изучать и осматриваться. Здравствуйте. Как вы можете здесь видеть, здесь находится групп электрожен. То есть группа с генераторами. Вот. Здесь стоит несколько машин. Первая, вторая и третья. На случай того, что откажет одна, будет работать третья. Как я понимаю, это преобразователь. Вот это главная машина. Мы их заправляем дизельным топливом, подается электричество, и вся шахта работает. Это больше для освещения как бы этого сита, этого места, электричества, которое здесь производится. А для того, чтобы опускаться и подниматься в шахту, используется дизельное топливо. То, что мы вам показали раньше, на основе какой-то старой разрушенной машины. Это как костерок. Тут едят маму кашу, наверное. Вот этими детками топят. И вот так. Вот так. Или это может клей какой-то, не знаю. Ну, судя по ложке, прием пищи будет скоро. Вот. Рука у него мягкая. Когда мы поздоровались. Но, зато он понимает, что такое Танзанит. Это начальник шахты. Он там со своими приближенными проживает в этом деревянном доме, который находится за нами. А вот тем, возможно, кому не досталось места, вот в прямом смысле слова, проживают в курятнике. Ага, вот здесь спят рабочие. Я думаю, что это курятники. А они вместе с курицами спят. И вот такой партий хаус. Картишки. Возможно, даже легкие наркотики. Ладно, шутки в сторону. Посмотрим, какие минералы есть сейчас на руках у старателей. Это так называемый перит. Золото для дураков. Они его называют шаба. Достаточно крупные образцы. Здесь это, как я понимаю, кварц. Очень такой большой кристалл кварца. Достаточно много включений. Но в этом кварце находят зеленый гранат. Очень легкий цвет. Но он здесь есть. Да, поживиться было нечем. Но вот наша просьба по поводу того, чтобы включить подъемник, честно говоря, не знаю, как он правильно называется, начала воплощаться. Нас попросили присесть. Появился мужчина с топливом. И как-то невольно и легко закрутились вокруг нас вихри. Единственное, в Африке все очень долго. Очень все обсуждают, подготавливают. Это целые какие-то микропланерки проводят. Но сейчас наденем шлем и вот не можем понять. Вообще одеты как бы абсолютно, мягко говоря, не по назначению. Просто мы не думали, что мы в шахту сегодня полезем. Думали как-то через день это сделать. Ну, че. Раз есть такая возможность, срочно опускаемся. Ну, что ж, опускаемся на ведре. Но ввиду слабого английского принимающей стороны, нам не было понятно, сколько людей с нами опускается вниз и вообще какой план. Ясно, что мы туда опустимся. А дальше какое-то невидение. И я не знаю, в рюкзаке у меня все ценности. Как-то оставлять здесь не особо хочется. Не знаю, буду как идиот сейчас с рюкзаком. А теперь давайте вы попытаетесь пережить ту эмоцию, которую испытывали мы на тот момент. Я только закадрово буду немножко подсказывать и корректировать. Потому что всю полноту ощущений, к сожалению, вы ее не прочувствуете. Извините за мат, я его специально запитал. Но решил все-таки оставить, чтобы вы прочувствовали хоть немного еще те эмоции, которые мы испытывали. Открывается. Исподня. Ну вот под нами 200 метров. Вот это примерно 66 этажей, только вниз. Уже начинает чувствоваться. Сейчас будем опускаться под землю. Очень смешно. Не знаю, что видно. Ну вот так мы опускаемся в шахту, в глубину, в таком интересном сооружении. В виде железного стакана. Передрасчитанного на двух человек, но у нас здесь пятеро. На голову что-то сыпется. Сверху. Сверху. Я на голову. Я на голову оставил. На ботике долго привезли. Ой, ебать. Там еще вниз и вниз. Проявляется любопытство. Светим фонарем вниз. И вот где я сейчас сделал стоп-кадр. Вот там, где вот эта темень. Нам вот туда. Да, моя бота снился. По бокам идут норы. Там тоже расширялись и искали танзанит. Когда эта конструкция опускается, вот давайте условно назовем ее ведро, оно начинает немножко раскачиваться. И чтобы избежать ударов, старатели пытаются руками отталкиваться от стен. Но, к сожалению, не всегда это помогает. Все, конечно, так, очень спокойны, но напряжены. Натянуты, как этот трос. На черном небе появилась луна. А это значит то, что мы глубоко. Обратите внимание, как начинают сверкать стены и впоследствии почва. Это, как нам сказали, признак танзанита. Почему они там без рации, без ничего, просто? Ну, а тем временем появилось очертание зоны посадки. Ну, проще говоря, дна. Поле, поле. Есть. Пепелас прилетел. Вот так. Свет и воздух здесь. Бесконечное желание на живое. Танзанита. Начинаем выгружаться. Вот мы когда опускались, уже тогда потеть начали. А когда опустились, то сразу же почувствовали тепло от почвы и духоту. Вот Вадим выходит из этого современного лифта. Как ощущения, Павел? Ощущения отличные. Как говорится, настроение отлично. Идем ко дну. Сейчас надо главное подняться. Мы думали, что прямо сейчас начнем исследовать шахту, ходить по ней, изучать. Но нет. Это всего лишь было плато в 200 метров. Грубо говоря, зона посадки. Чтобы увидеть, где находится Танзанит, до него нужно опускаться. И опускаться прилично. Но теперь уже на своих двоих. И вот это было уже небольшим сюрпризом. Туннели идут под довольно крутым наклоном. Лестницы оставляют желать лучшего. Одной рукой держишься за металлический колючий трос. Ну, а другой держишь камеру. Снимаю как могу. Плюс не всегда, но бывает. Из лестницы торчат гвозди. Поэтому необходимо быть внимательным. Температура здесь. На тросу бывают занозы. Я понял. Присмотритесь, за моей спиной светит фонарь. И вот это, условно говоря, пеший вход в шахту. Но там, где лифт нас привез. И обратите внимание, как он уже далеко находится. И это только начало погружения. Интересно, здесь страховка покрывает занозы. А вот справа вы видите шланг. По нему подают воздух или иногда воду. Он двойного назначения. За него лучше не хвататься, чтобы его не сломать. Жара. Примерно сейчас уже градусов 50, наверное. Повсюду. Повсюду была блестящая крошка. И это нам напоминало о том, что неподалеку находится залежи Танзанита. Здорово, здесь такие колючки. Прямо здесь такие серьезные. Я понял. Здесь по этой лестнице, так сказать, с одного островка на другой островок. На противоположном островке находится лестница, которая приведет вас на уровень ниже. Чем-то напоминало детскую комнату, только без шариков. Как вы видите, местами уже на лестнице ступенек нет, а оттуда торчат ржавые гвозди. Плюс все меньше и меньше воздуха, периодически начинает покруживаться голова. И вот без преувеличения скажу, вот прям как сейчас помню, начинаешь тяжелее соображать и сложнее формулируется мысль. Вот такое чувство, что с каждым метром становилось все жарче и жарче. Все мы просто мокрые насквозь. Пот льет рекой. Это прям на самом деле мне напоминает турецкую баню. Знаете, так вот прям хорошо пропарился. В какой-то момент уже стали не слушаться ноги. Вот обратите внимание, какая тряска. Ну и дальше монтаж, монтаж, монтаж. И через какое-то время... Ну вот спустились в шахту. Закончились лестницы. Мы почти что выбились из сил. Но продолжаем свой путь. Хух. Вот так примерно мы выглядим на данный момент. А вот Вадим. Пипец. А это наш проводник. В Шабане. В Шабане. Лучший из лучших проводников. Лестниц больше не было. Мы вышли на такое некое плато. Пространство довольно большое. Дышать нечем. Я не представляю, здесь работает. Чем-то это похоже на комнату-склад. Там, как я сейчас это понимаю, рабочие переводили дух, питались. Ну и набирались сил перед дальнейшей работой. Тут надо что-то добыть, достать. Это адский труд. Какие метры выше? Сколько метров выше? Сколько метров выше? Метра выше. Пять. Чем-то? Пятьдесят. Пятьдесят метров. Мы сейчас здесь 500 метров? Да Не я это сказал Сабарайс 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 А дальше еще продолжение Ну я туда не полезу нифига Пошли в *** Вот так же есть тут другой проход Который идет в другую сторону Но он идет не точно вниз А этот проход идет куда-то в сторону Вот Так же здесь начинается, если вы можете видеть Другая шахта Сейчас мы подойдем и посмотрим Здесь еще один проход И вот третий проход Вы на канале Пан Черепан Не переключайтесь, будет весело Вы знаете все, что я вам показываю Но это все для девочек Я понимаю, что мы сейчас тоже круто Нахожусь минус 500 метров под землей Но фишка в чем? Это плато Здесь ребята отдыхают Может ушивать А он там вниз Работают Я не представляю эти условия Как Вообще Ну какой запас здоровья нужно иметь Работают без масок, вообще без ничего Я сейчас как будто в турецкой бане Ну что ж, передохнули Движемся дальше, движемся вглубь Вот тут немножко будет полезной информации Желтый цвет Это значит хорошего танзанида не будет Надо идти дальше Это не хорошо Помните наш первый танзанийский выпуск Когда мы были в музее Там тоже показывали Если вы видите желтизну, значит это будет нехороший танзанит Надо искать дальше Здесь выработка В этом кармане были камни Здесь они все выработали И шахта пошла спускаться дальше Вот Танзанит находится в так называемых карманах Спасибо, Павел Делает Он теперь работу за меня Меня не хватает Я только Могу копыта волочить Ниже еще будем спускаться или нет? Да Паша Да Мы будем спускаться? Можешь подождать Мы будем спускаться, Шабане? Да Да Я подождать, Вадим Я ждем здесь, хорошо? Да, хорошо Я устал Ага Все, я устал Я на перевале Мешок под задницу Не знаю Градусов, наверное, здесь 45 50 Ну что ж Наш спуск продолжается Лезем дальше И через какое-то время Ребята дошли до цели Смотрите Здесь почти что нечем дышать Не только я Полностью в поту Ребята здесь работают целым днем Вот до куда они дошли Здесь мы находимся на глубине 650 И вот это белое пятно Здесь начинается жила Вот из-за нейма Манта На местном наречии Это называется манта Когда вы видите такие белые Включения кварца В них всегда есть цаварит И есть танзанит Это жила танзанита Ее разрабатывают Если вы здесь видите Там есть небольшие Включения танзанита Он еще почти не видный Очень прозрачный Но это хороший знак За этой стенкой Возможно Лежат сокровища На миллионы долларов Вот так Что Предстоит дорога обратно А вот так Вход туда Блин, как же плохо Здесь нет зоны Не могу позвонить Парни улазят А я сачковал Ну его нафиг Здравствуйте 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 Я танец Вау Вот этот паренек себя чувствовал Прям как рыба в воде Правда, к сожалению Ноль английского Но мы друг друга чувствовали Да Чел с моим рюкзаком Ходит с моим рюкзаком И спасибо, дружище Поноси его еще И еще еще Не возможно Еще 500 метров Чуть поднимемся И тогда я заберу его Сейчас главное На этот пепелац И на плюк Да Мы где-то опустились Чуть-чуть ниже Вадима Еще на 100 метров Наш проводник сказал Что мы были на глубине Около 650 метров То есть под землей В скале Вот Там Я вел репортаж И показывал вам жилу Которая принесет Много танзанита Возможно За этой стеной лежит Многомиллионный запас Никто этого не знает Но танзанита там есть Все Следующие Следующие Выпуски Сплюка А дальше был длительный подъем И единение Очень начинаешь ценить тех людей Которые находятся с тобой В полуэкстремальной ситуации Но это конечно же по моему мнению Те ребята там каждый день работают И бутылка воды на четверых Делится по-братски А когда вы вместе еще поднялись Наверх на этом ведре То вы уже просто братья Которые связаны Вот этой невидимой нитью Последним вылазит Вадим Вот Он конечно немножко офигел Вот А вот это мы с Вадимом Это адская работа Это исполинская улица нужно иметь Чтобы вообще что-то добывать Подписывайтесь Больше всего я жалею о том Что я не заснял эти восторженные Изумленные лица старателей Потому что они думали Что мы сейчас спустимся И сразу поднимемся обратно Я честно говоря Старателей зауважал Мокрые джинсы Все насквозь Вот скажу вам Для меня это был просто Незабываемый опыт Вот когда Твоя жизнь зависит Вот от этого троса Я закурил Вот этого троса И вот от этого пепелаца Пять человек Вспоминал всех богов Которых только можно Было особенно на подъеме Когда вниз опускался Ну видел что там просто дырище Но Ну еще так как-то так На эмоциях больше Эмоциями пытался Вывести А когда понял Как долго Мы опускались вниз И когда понял Совершенно на подниматься Я А Я Респект Я Все Теперь Теперь Мы официально Свои Так сказать Прошли Крещение Прошли Боевой Путь Опустились И посмотрели Даже Мешка не вытащили наверх Но это уже было Тумач Ребята полезли еще ниже Я все Я опустился на 550 Если вы увидите это видео Значит я жив Какой был прекрасный и насыщенный день Вот самое время подвести итоги Скажу так Потому что на шахте к сожалению Нам купить ничего не получилось Скажем так Не было того чего мы искали Но на Масайском рынке Откуда начался наш выпуск Можно приобрести сырье Но ценник там довольно высокий И нужно очень жестко И аргументированно торговаться Поэтому Могу сделать вывод То что самые лучшие цены Все таки На Минеральном рынке Варуши Там есть возможность Для маневра Как в выборе камней Так и по цене Переходите на канал Подписывайтесь И купите все Ну как Я надеюсь вам понравилось Потому что честно вам скажу В кадре старались все Вот Пожалуйста напишите Обратную связь Что думаете Как Понравилось ли вам И скажу что Дальше будет больше Буду краток в этот раз До новых встреч До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok